всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать движок wordpress урок номер 6 в этом уроке давайте посмотрим как формируется меню wordpress то есть вы уже наверное знаете что здесь в wordpress мы можем создать страницы но также страницы могут быть сами рубрики то есть если у нас рубрика идет например книги и мы хотим также вывести на главной странице сайта пункт меню книги то есть у нас пока вот здесь видно главная страница да то есть кликнуть по идее надо по книге и чтобы у нас отображались все все статьи книги например то есть соответственно нам не нужно для этого создавать страницу мы можем использовать как страницу саму рубрику давайте рассмотрим меню wordpress внешний вид наводим мышь и меню давайте поговорим сначала что здесь имеется первые возможности мы можем здесь слева выбирать страницы добавляя их в меню пока у нас ничего нет о страницах мы поговорим с вами в дальнейших уроках записи то есть у нас пока есть тестовая запись привет мир можно поставить галочку и добавить запись в меню и она должна переместиться вот сюда в правую часть но мы пока этого делать не будем здесь также есть такие вкладки все статьи то есть самые свежие отображаются самые просматриваемые поиск если много статей то есть можно найти дальше произвольная ссылка рассмотрим в этом уроке и вот они рубрики видим только книги если кликнем все вот наши три рубрики дальше смотрите здесь у нас есть главная страница главную страницу мы всегда оставляем главный она нам нужно она будет ссылаться на главную если человек захочет посетить главную страницу да здесь лишь мы нажмем вот сюда вот и просто оставим главные нам не нужно подписывать странице да и нажмем сохранить просто главное давайте обновимся посмотрим все вот здесь слово только главное то есть здесь мы видим главное она ведет на наш главный адрес дальше вот здесь вот читаем настройки меню автоматически добавлять страница но я галку здесь не ставлю автоматически добавлять в это меню новые страницы верхнего уровня когда мы добавляем страницы они автоматически будут добавляться вот сюда в правую честь и сразу же отображаться на сайте это не всегда удобно поэтому галочку не ставлю область отображения основное меню меню социальных ссылок у нас у шаблона есть вот такие социальные ссылки это является вторым меню если мы с вами перейдем вот на эту вкладку управление областями то здесь у нас написано ваша тема поддерживает два меню то есть тема это шаблон бывают такие шаблоны самые такие отстойные у которых нету возможности второго меню то есть внизу мы меню просто так не разместим если нет второго меню поэтому на это тоже обращаем внимание но даже видите у бесплатные темы wordpress у родной темы у него есть два меню и здесь это показано основное меню верхнего уровня причем можно выбрать меню социальных ссылок это вот эти социальные кнопки и они по идее должны отобразиться наверху давайте посмотрим сохранить изменения обновляемся вот они вылезли как ссылки здесь я верну на место все меню социальных ссылок здесь тоже можно выбрать верхнего уровня это вот это вот у нас главная страница и те меню которые мы добавим да также разместятся внизу мы социальные кнопки наверное мы оставим это прикольная тема да типа это там где мы есть в социальных сетях еще посмотрим не знаю в контакте можно ли тут ставить или нет а так по идее есть сторонний плагин но пока не будем плагин рассматривать дальше можно здесь использовать новое меню если кликаем то мы можем создать совсем как бы дополнительно еще целое меню да но пока нам это не нужно итак давайте посмотрим как нам наши рубрики то есть точнее наши пункты меню вывести сюда да то здесь это рубрики выделяю все и добавить в меню вот они здесь появляются сохраняемся идем на сайт обновляемся вот по идее у нас меню уже как бы есть если кликнем на видео ничего не найдено как добавим статью по идее здесь не должно быть такого текста должна отобразиться статья то статья на которую мы назначим рубрику то есть смотрите вот здесь есть пример вот книги да видите здесь нету ничего не найдено здесь рубрика книги демокниги это описание нашей рубрики выскакивает здесь и вот привет мир это тестовая статья которая создается автоматически при создании нашего блога wordpress статьях а как ее удалить или переименовать это все позже мы с вами обязательно рассмотрим что еще можно сказать о рубриках здесь можно делать страницы ну их уже можно назвать страницами до вложенного уровня то есть смотрите мы просто зажимаем левой кнопкой мыши например рубрику видео и просто оттягиваем вправо и отпускаем мышь потом не забываем сохраняться идем на сайт обновляемся и видим что около главное подставляется такая маленькая стрелочка говорящая то что есть меню вложенного уровня и достаточно симпатично вы видите при наведении появляется меню видео причем внешний вид такого меню зависит напрямую от самой темы какую тему вы используете ну и например сделать все вложенным посмотрим вот вы видите да все достаточно симпатично причем можно делать как 2 уровня так и 3 уровня если я тяну еще дальше давайте посмотрим обновимся смотрите как интересно на книге навожу и об выскакивает музыка да то есть все достаточно здесь не сложно чтобы вернуть назад мы можем развернуть рубрику здесь у нас есть смотрите ссылки выше ниже если ниже рубрика видео перемещается ниже ниже выше значит выше нажать из под главное рубрика помещается как бы да на место как она была главное также на место и здесь вот таким вот образом сохраняемся смотрим на сайте все возвращается на круги своя ну и например если нам нужно поместить в меню внешнюю какую-то ссылку чтобы это было как в меню мы просто вот здесь вот смотрим произвольная ссылка добавляем ссылку и пишем текст нашей ссылки то бишь текст меню и нажимаем добавить меню здесь она появляется если мы развернем мы видим здесь ссылка вконтакте например на группу и название вконтакте нажимаем сохранить идем на сайт обновляем в каких-то случаях это бывает нужно вот она эта ссылочка если кликаем у нас открывается наше меню единственно здесь есть недостаток то что здесь нет возможности выставить в настройке отображать ссылку в новом окне это достаточно полезная вещь но в данный момент я не вижу что здесь это возможно сделать простыми какими-то действиями это не совсем правильно это нужно для ссылок таким образом мы с вами имеем как рубрики так они являются и менюшками переход на нужную категорию где у нас будет список статей на этом данное видео подошло к концу и увидимся в следующем видео итак как получить премиум тему для wordpress премиум темы могут получить только активные подписчики моего сайта это бесплатно и это займет всего несколько минут для того чтобы получить премиум тему вам необходимо пройти на мой сайт fedorvasiliev.ru адрес который вы сможете найти в описании под этим видео если вы не зарегистрированы на сайт вы проходите в меню вход регистрация вот здесь если вы не зарегистрированы то вот здесь вот ниже есть такая ссылочка еще нет учетной записи вопрос кликаем по ней вам нужно пройти несложную регистрацию давайте запишем имя пишите пожалуйста реальные данные я записал имя и логин пишем пароль подтвердить пароль далее необходимо выбрать вот здесь ваши интересы ну если вам интересен только wordpress и вы хотите получить премиум тему прямо сейчас тогда вы ставите напротив слова wordpress галочку обратите внимание что по умолчанию галочка также стоит на adobe news если вам эта тема не интересно галочку снимаем ниже нам остается лишь прописать свой рабочий email убедитесь в том что у вас есть доступ к вашей почте чтобы вы смогли получить подарок так как подарок придет автоматически к вам на электронный ящик я прописываю почту подтвердите почту прописывайте то же самое и поставьте вот здесь вот птичку капча защитный код нужно дождаться вот такой вот галочки дальше мы нажимаем регистрация почти все готово после обновления страницы практически сразу вы увидите вот такое сообщение учетная запись для вас была создана на указанный при регистрации адрес электронной почты была отправлена ссылка для ее активации то есть сначала нам нужно подтвердить что мы реальный человек и подтвердить адрес электронной почты проходим на почту моментально приходит письмо ссылкой для активации вашей учетной записи заходим в письмо видим вот такое вот приветственное письмо здесь также указан ваш логин и пароль ниже вы сможете также ознакомиться с другими моими обучающими материалами но сначала вам необходимо кликнуть вот на эту ссылку кликаем на нее один раз вас перебрасывает на мою страницу федоровасильев точку ру уже вот с таким сообщением сообщение премиум тема vp значит wordpress в подарок успешно отправлено по адресу то есть на тот же электронный ящик отправлено еще одно письмо уже с вашим подарком проходим обратно в электронную почту заходим во входящие и видим вот такое вот письмо внимание если это письмо не пришло сразу подождите 10 минут если письма не придет проверьте папку спам если и там его не будет только тогда напишите мне на почту почта также указано под каждым роликом моим в youtube или почта указана на сайте на моем федоровасильев точку ру пишите мне на почту и я в ручном режиме отправлю вам письмо кликаем по письму премиум тема vp в подарок и вуаля вот ссылка на закачку темы кликайте на нее и скачивайте тему себе я вас поздравляю теперь информация для тех кто уже был ранее зарегистрирован у меня на сайте и хочет также подписаться на рассылку wordpress и получить премиум тему что делать вам вы также на моем сайте нажимаете вход и регистрация если вы уже зарегистрированы вводите свой логин и пароль нажимаете войти прокручиваете страницу в самый низ здесь внизу находите ссылку управление подписками кликайте по ней прокрутим чуть ниже здесь мы также можем подписаться на любую рассылку которая нас интересует в данном случае это wordpress вы просто ставите вот здесь вот да и нажимаете ниже кнопку сохранить изменения с этих пор вы будете получать информацию дополнительную возможно о выходе каких-то видео курсах на тему именно wordpress по данной рассылке и также вам должно прийти в автоматическом режиме после нажать на кнопку сохранить изменения письмо с данной темой опять же подождите 10 минут если письмо не пришло проверьте папку спам если там нет тогда пишем на мою почту почта также указанного здесь подвале я в ручном режиме отправлю вам письмо на этом обучение закончено до новых встреч друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а